Привет! Пришло время показывать итоги за июль. В июле у меня были средние работы. Начался он с вот такой не особо удачной картинки из журнала Coloring Haven. Вторая иллюстрация мне нравится чуть больше. Здесь смесь материалов. В основном это спиртовые маркеры, но и неоколоры для фона, и доработка карандашами, а больше всего я горжусь вот этим облачком волшебной пыли вокруг палочки феи, скажем так. Ну, небо в целом мне нравится. Получилась такая очень легкая, совершенно быстрая по времени исполнения работа, хотя я до сих пор не знаю, довольна ли я вообще тем, как у меня получается работа в этой немного детской раскраске. Ну, нужно будет еще что-то покрасить, чтобы определиться. Добавилась у меня и пара новых книг в мою коллекцию. К примеру, вот эти «Августовские грезы» от шри-ланкийского художника. И я здесь сделала одну иллюстрацию для того, чтобы протестировать бумагу. Здесь я вполне довольна. Бумага средненькая, но тем не менее карандаши легли на ней хорошо. Мне нравится и то, как у меня здесь шерсть получилась, и общее цветовое решение, как этот бирюзовый фон подчеркнул и цветы, и рыжую шерсть, и красный оттенок волос девушки. Ну, на мой взгляд, все, что могла, я в этой иллюстрации сделала. И в целом, сама раскраска весьма неплохая. Есть интересные, такие стимулирующие для того, чтобы подумать, придумать что-то креативное картинки. Так что я очень рада такому пополнению в моей коллекции. Даже несмотря на то, что бумагу, конечно, могли бы сделать немного получше. Но хотя с учетом того, что она продается там всего за пару долларов на Амазоне, то тут, конечно, особо требовать нечего. Я поддалась всеобщей моде и, конечно же, поучаствовала в акции, скажем так, или скорее во флешмобе Christmas in July. Так что вот и мое июльское Рождество. Я постаралась выбрать картинку, которая, ну, хотя бы там без елочек, с маленьким Сантой. И поэтому выбор мой пал на иллюстрацию с птичками. Хотя тоже странновато переключаться к стилю от Лиззи Каллен, если ты до этого, например, что-то реалистичное окрасил. Все ее плоские, толстые, искаженные птички мне вначале как-то не особо давались. И тем более, когда некоторое время с инктенциями не работаешь, ну, вот как будто заново учишься каждый раз и их накладывать, и вспоминать, какое количество воды позволяет каждая бумага. Но, тем не менее, мне все равно большинство из получившихся птичек нравится. И я рада, что аж целых три иллюстрации у меня инктенциями сделаны в этом месяце. Попросили меня раскрасить что-нибудь из Бон-Вояжа. И получились у меня довольно разные по стилистике картинки. Правая представляет собой пейзаж Бургундии. Достаточно традиционный по выполнению, сплошные инктенции. Приятный, совершенно несложный и быстро выполняемый. А вот с левой картинкой пришлось помучиться, потому что, когда я раскрасила здание в таком непривычном цвете, пришлось что-то изобретать с небом. И я рада, что мне пришли на помощь неоколоры. И я, скажем так, повзаимствовала авторскую идею звездного неба Ван Гога и манеру прорисовки звезд. И вот этого ночного неба я немного срисовала у Ван Гога. Еще одно шикарнейшее дополнение к моей коллекции раскрасок это третья книга от Анастасии Колдаревой «Когда мечтают драконы». Иллюстрацию в ней я специально раскрашивала только акварелью, чтобы посмотреть, каково качество новой бумаги. Третья раскраска у Анастасии двухсторонняя, но на качество это не повлияло. Смотрите, полностью все раскрашено акварелью и ничего не протекло. Краска прекрасно ложилась, так что можно раскрашивать. И я очень довольна, что дракончиком можно применять мою перламутровую акварель. И красиво, на мой взгляд, получается разница между матовым покрытием обычной акварели и самим блестящим переливающимся дракончиком. И, конечно, прорисовка самих картинок просто милейшая. Хотя и времени требует много. Как обычно, иллюстрации у Анастасии весьма и весьма детальные. Еще одна картинка по запросу из раскраски Джоанны. И, честно говоря, в этот раз мне раскрашивать иллюстрацию понравилось гораздо больше, чем когда я раскрашивала мой первый разворот. Думаю, потому что сама картинка интереснее. Здесь можно было хоть как-то найти для себя какие-то сложные задания. Мне понравился необычный цвет стен, который я сделала. То, как мне удалось передать отцветы от... от канделябра, от свечек на всех предметах. Мне нравится, в целом, как получилось, хоть и разнообразие цветов и множество предметов, но все же они не терялись и получилось не сверх пестро. Поэтому, в целом, конечно, мне это гораздо больше доставило удовольствие, чем мой первый опыт работы с этой раскраской. Так что я определенно планирую раскрасить и правую часть. Но, скорее всего, где-то в конце августа. И я уже немного приноровилась к тому, как именно нужно растирать карандаши на бумаге в этом английском издании. Следующий это цветочный год. Называется медленно, но верно. Я все же стараюсь ее не забрасывать, заполнять, чтобы когда-нибудь заполнить. И сделала я нехарактерную для себя картинку. Вы знаете, что я обычно в этой раскраске делаю картинки почти без фона или же с каким-то минимальным фоном или пастелью, или же очень-очень легко карандашами вокруг самих цветов, чтобы оттенить, сделать легкую тень. Но здесь мне показалось, что из-за вот этих вот светлых колокольчиков, граммофончиков таких, я, кстати, так и не выучила, как они называются по-русски, будет хорошо смотреться на темном фоне. Мне больше всего нравится вот этот левый верхний угол, как получились желтые цветы. И меня смущает, что эта страница, этот разворот выбивается из общей стилистики моей раскраски. Вот эта гораздо больше характерна для меня. Это вторая сделанная в июле работа. Здесь совсем немного намечен карандашами и пастелью фон. И, может быть, она не так броско смотрится, но все равно. Для меня это более приемлемый вариант. Как-то мне кажется, что эта книга похожа на гербарий, на ботанический атлас. И такая обработка картинок мне нравится больше. И именно так я, наверное, и буду заканчивать. Хотя опыт с ярким, насыщенным фоном. Один раз попробовать мне понравилось, но больше не хочется таких экспериментов. Мне нравится, когда книжки у меня все же в одной стилистике. Еще одну картинку я сделала в книжке от Эмили Линде Хофф Оберк. И, к сожалению, она была посвящена очень печальному поводу. Она была посвящена памяти Катрин. Я думаю, что все уже слышали, что проходит флешмоб, в котором предлагается раскрасить что-то из книжки Ханны Карлсон. Дэй Дримс, те иллюстрации, которые Катрин сама еще не раскрасила, чтобы можно было сделать такую полную книгу к концу года в цветах Катрин. И таким образом исполнить ее мечты, раскрасить эту книгу. Но мне почему-то захотелось раскрасить именно из книжки Эмили Оберк, потому что именно из этих книг как раз мне работы Катрин нравятся больше всего. Я всегда восхищалась тем, как она здорово управляется с цветом. Цветовая гамма для меня совершенно не характерная. И поэтому это был очень интересный, хоть и печальный эксперимент. Но результатом я в целом довольна. Хотя, конечно, это просто ужасно. Были несколько дней, когда эти новости стали известны. Еще одна раскраска из серии «Медленно, но верно» это мой «Рассветный час». Я все время сбываюсь, потыкаюсь на ее русском названии. Мне кажется, как-то этот «Рассветный час», ну, хоть бы «Волшебный рассвет» назвали. Но, тем не менее. Сделала я две иллюстрации. Обе с довольно необычными фонами. Мне кажется, что эта книга у меня одна из самых симпатичных получается. Я рада тому, что я в ней экспериментирую. И результаты экспериментов обычно здесь довольно удачные. Я очень переживала в процессе раскрашивания этой картинки. Но в конце все получилось довольно гармонично. Хоть и странновато в начале, хоть и броско. Но в целом результат мне нравится. И я много чего почерпнула в процессе. Кроме этой, я сделала еще одну картинку, которая тоже может похвастаться мозаичным фоном, но в совершенно другой цветовой гамме. Потому что я стараюсь, чтобы и развороты у меня выглядели тоже гармонично. И поскольку уже левая часть задавала приблизительную цветовую гамму, то и правую я тоже постаралась, чтобы они не очень между собой контрастировали. И такая сдержанная картинка, приятный фон, которым я очень довольна. Который был вдохновлен акварелями Юлии Барминовой. И вот так вот удалось применить сюда. И мне кажется, что это неплохая идея для многих фонов. У Джоанны точно такие фоны можно понаделать на огромном количестве страниц, которые не заполнены полностью, на которых симпатичные объекты интересные разложены. Но совершенно непонятно, что же делать и как заполнять фон. Так что своими обеими июльскими работами в Magical Dome я вполне довольна. Серия экспериментов продолжилась также во времена года. Не самая моя любимая раскраска, но благодаря этому, потому что эта иллюстрация мне не так уж и дорога. Я себя не сдерживала в экспериментах. И результат в целом получился интересный. Мне нравится здесь разница текстур, фона, грибочков и такие вырвиглазные жуки, муравьи и собственные изумруды, которые они собирают. Так что вполне интересный опыт. Хотя, конечно, некоторые здесь объекты, например, шкатулка, мне не нравится, как получилось. Но вы знаете, что как карандашами что-то сделаешь, что исправить потом сложно. Так что неплохо, но не идеально. Еще одна иллюстрация, которую меня попросили сделать, это вот эта летняя девочка из книжки Марии Тролли. Вы знаете, что мы с Марией Тролли у нас сложные взаимоотношения. Я стараюсь хотя бы понемногу ее раскрашивать. Вот тяну с июля и до сих пор она у меня работа в проекте. Надеюсь, что в первых числах августа я ее закончу. И, конечно, это не будет лучшей моей работы. Но все-таки девочка милая. И когда хочется ярких цветов, то можно и немного в Марии Тролли покрасить. Если говорить об остальных приятных впечатлениях от июля, это, конечно же, мои новые краски. Мои новые кисточки. Кисточки я довольна просто на 120%. И, в общем, это мой опыт заказа в английском магазине художественных принадлежностей Jackson's Art, которым я тоже очень довольна этим первым заказом. Быстрая доставка, вполне разумные цены. Так что, если вы не видели мое видео и вам что-то хотелось бы для себя присмотреть, то я оставлю ссылку на видео со своими советами о покупке Jackson's Art. Может быть, вам тоже чем-то поможет. И второй положительный опыт это то, что лица, которые я крашу с помощью полихромосов, у меня получается чуть лучше, чем лица, которые я раскрашиваю призмами. Моя нетерпеливая манера и такая быстрая в один слой покраска иногда не особо хорошо влияет на то, как у меня получается кожа. Переходы получаются немного пятнистыми. И как раз полупрозрачные полихромосы для лиц лучше подходят, как неудивительно. Для всего остального меня призмы полностью устраивают. А вот для кожи я купила вот такой набор разных розовых, коричневых и дополнительных оттенков, таких как светлый ультрамарин. И мне кажется, что благодаря этим карандашикам девушки мои будут выглядеть менее пятнисто, более натурально и более красиво. Макияж у них будет более профессиональный. Вот такой был мой июль. Ничего сверхъестественного. Как-то жара не способствует особой продуктивности и креативности. Но тем не менее, есть некоторые работы, которые мне очень нравятся. Остальные, которые позволили мне выучить что-то новое, потренироваться. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что ваш июль тоже был продуктивным. А август будет еще лучше и еще креативнее. Пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok